всем привет и одолели клыки нас лезут десна кровит не спит ребенок не ночами не днями в общем ужаско оба бутылку не успевала ничего приготовить и мясо не вытащили в общем еще не ели не обедали сейчас буду готовить пельмени которые купил в магазине загоняем по быстрому магазин пила такие пельмени мира торг давно не покупал пельмени крупные стоит как таблетка от смерти пятьсот двадцати рублей я думала они триста шестьдесят стоят ну ладно зато наверное из мяса так рыбу взяла захватила конфеты вот эти офигенно вкусные просто вообще обалденный огурцы помидоры чтобы не ходить зелень сразу булочки вот такие вот верновой край с утра потом йогурт и донюшки взяла товарожный сыр молоко на закончилась кока-кола яйца и вода деньги все буду жарить пельмени мы любим жареные кушать пожаре пельмени сейчас будем обедать уже все не кстати у нас похолодало посмотреть на улице такая погода пасмурно и очень-очень холодно там градусов 15 16 максимум очень ледяной ветер в общем это закончилось даня наконец-то уснул это прямо вообще мы уже не знали чего с ним делать и как его цеплять наконец-то он уснул мы пообедали а я бегу сейчас файл берез у меня же там давно уже пришли футболки мои три штуки и я их не могу никак забрать завтра тоже у меня бы не получилось потому что дима завтра уезжает ремонтировать candy там купили запчасть которую нужно да и поэтому завтра неизвестно во сколько он приедет и как вообще что получится воскресенье тоже неизвестно еще поэтому я решила сейчас ходить пока данек уснул только на улице очень холодно видите даже капюшон наделал на живого тупак вообще такой жары это очень непривычно на самом деле и не знаю пойдем сегодня прогулку нет ветер такой ледяной прям может и не стоит но может быть оденемся прям все тепло и пойдем тушь мне даже вот так вот холодно так это первая футболка она специально широкая и коротенькая такая не длинная прикольный рисунок мне понравился черненькая так следующая так белая но по-моему она могла быть поменьше такая большого ты все свободное тоже хорошо так и третья футболка вот видите она в груди мне кажется немного слишком натянута так то здесь вроде все нормально запас даже есть а вот в груди нет ну что белый щас еще раз померю подумал черный нам точно возьму вот белый щас еще буду думать в принципе этому нужно с белым всегда пригодится заправлять можно очень много да белый щас забрала я белую черную футболку и ты домой уже практически дошла дима не звонит значит мелкий спит а на самом деле я раньше приду это же жутко не высыпаюсь данькиными зубами потому что мы везде мы ложимся очень поздно поскольку если вы видели уже наше видео новое мы открываем бизнес свой и чтобы уделить внимание этому вопросу приходится работать пока данек спит и выходит что мы ложимся спать где-то в час ночи сейчас ночи каждый час просыпается и потом еще в шесть утра просыпается окончательно все пришла домой буду по-тихому заходить и ложится спать вот чем даня занимается в песочнице берет песочек зажимает сильно в кулаке и уже минут пять так ребята всем привет и а даня решил пока не выкопает здесь большую лунку мы никуда не пойдем копает песок достает его и играется так и никуда не идем дань ты часа мы закапыванием решил заниматься уже такую приличную норку тут вырыл сидим медитируем сегодня такая видимо прогулка ребята наконец-то это свершится надеюсь завтра мы починим в машине кондиционер потому что уже просто невозможно жарко ездить и куда-то с данюшиком все мучаются данюшек мучается а у нас случилось еще классное событие у нас и готов уже кстати но мы просто забыли рассказать готов данькин за гранд паспорт уже ну почему забыли вот не забыли рассказывать просто было же готов просто замучились и выше ничего не сказали но по факту там можно только в определенные дни забрать то есть получается там вот так как раз когда завтра дима уезжает вторник и по моему еще какой-то день на неделю вот во вторник мы поедем или я поеду пока данька спит как ты говоришь не планируй не планируй забирать то надо мне на самом деле классно что он готов и обязательно его заберем но все-таки опять же там какие-то определенные вот как ты говоришь дни и все это работает давно если там рабочий день до 6 например идет все тяжело это как-то съесть забрать как хорошо хоть суббота работает да и такая еще волокита у димы будет загран паспорт и там нужно будет осенью делать а мне нужно будет еще права делать в общем да в этом году что-то бум бумажек то много бумажные то все это бюрократии у тебя право в сентябре заканчивается получается мой паспорт загранник заканчивается в следующем году в начале года весной но как правило ребята чтобы куда-то улететь уехать ну не берем там турцию египет там можно по моему с просроченным паспортом попасть туда нет выберем такие другие страны за полгода все паспорт должен быть полугодовым а он уже будет не ну не кондиции вообще-то и права тоже можно поменять за полгода на это дают в принципе полгода до учитывая как работают госуслуги но мы тоже будем немного заранее менять тому они по моему в августе ты сказала мы наверное займемся этом в июне или в июле в кону где-то вот в сентябре значит июля август где-то будем вот этим дождем сентября да ну главное что успеет поездку съездить с правами не но они не должны быть за полгода действительно вы ты можешь в последний день с ними кататься на самом деле вот почему мы делаем загранпаспорт да сейчас все закрыто никуда в принципе не попадешь но когда все откроют сейчас-то тяжело записаться мы за месяц записывались а по факту делали два месяца но получается нет они быстро сделали они за мы за месяц записались все и получается на следующей неделе они то есть месяц и и грубо говоря там несколько дней ну вот это сейчас когда никого нету а когда никто не делает паспорта да и побегут делать паспорта кто поймет что у них просрочен а поймут в ноги вы что про поймут многие потому что все уже соскучились уже будет поздно мы делаем паспорт на 10 лет можно делать на 5 лет там по моему даже фотографировать ребенка не надо на 5 лет только на анкету вроде дома сфотографировать и все стоит сказать что это дешевле в два раза по моему дешевле но есть одно не один небольшой нюанс некоторые страны могут не выдавать визы на старые образец паспорта и потому что там нету вот этой биометрии биометрия она не работает а на самом деле вся европа уже на биометрии давно завязана я вот не знаю такие вот страны как египта турция наверно вот из проблем да там какой-нибудь азиатские еще страны как бы им все равно но в европу точно скорее всего без биометрии не у не уедешь в общем мы просто делаем это все заранее чтобы это все было чтобы когда откроют границы и будет возможность уехать улететь там уплыть и убежать мы смогли это сделать чтобы наше путешествие было еще круче обязательно вам покажем будем прощаться с вами ребята спасибо что были с нами спасибо что досмотрели видео до конца надеюсь завтра будет позитивное видео о починке кондиционера уже наконец таки просто эпопея длится на самом деле просто нет времени этим заниматься если честно на самом деле была запчасть уже куплено человеком в понедельник и можно было в будни приехать но нет на это время совершенно вот вообще никак на плюс мы далеко живем но это время до пробках это время да еще в пробках тоже такая же беда все ребята всем спасибо всем пока всем позитива с вами были они дима сугроба пока пока пока